Восстание машин в Бобруйском районе. Кисть женщины зажалась и на дробилка. Спасатели чудом вызвали ли руку? Спасатели с помощью специального инструмента освободили руку. Шаги от трагедии. Кто на деле ответит за ЧП? Привычка ценою в жизнь. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В пожаре на проспекте строителей сгорел человек. Только у нас шокирующие подробности страшной гибели. И группы лесоповал. В Бобруйске мужчина с пособниками незаконно вырубал деревья. Было вырублено незаконно 51 дерево породы дуба. 10 лет с топора. Сколько светит дровосекам? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Не для слабонервных. В Бобруйском районе руку женщины зажало в сенодробилке. Инцидент произошел в деревне Березовичи. Спасатели вызвали односельчане. Как оказалось, при подаче сена кисть зажала между валами электрического измельчителя травы. Спасатели с помощью специального инструмента освободили руку. И бригадой скорой медицинской помощи жительница была госпитализирована. 56-летняя местная жительница получила множественные переломы правой кисти. Лес все помнит. В Бобруйске задержали мужчину, который незаконно вырубал деревья. Финансовая милиция совместно с охраной природы обнаружили дубовые бревна. Оказалось, незаконной деятельностью занимался руководитель организации по производству сельскохозяйственной продукции. Нарушитель собирался продать древесину. Было вырублено незаконно 51 дерево породы дуба. По предварительным данным, ущерб от незаконной вырубки деревьев составил не менее 33 тысяч рублей. В настоящее время рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленника. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы максимальный срок – 10 лет. Подозреваемый свою вину признал и готов возместить ущерб в полном объеме. Поддался соблазну. В Бобруйской задержали мужчину. Он вынес из магазина бутылку водки. Около полуночи в торговом объекте сработал тревожный сигнал. На место прибыла охрана. Внимание экипажа привлек человек с собакой. Он спешно пытался уйти. Местного жителя остановили. Нашли у него спиртное. Однако тот уверял, что товар приобрел на заправке. Картину прояснили камеры видеонаблюдения. Дверь в дискаунтер, оказывается, забыли закрыть. Но под охрану поставили. Я хотел купить, а смотрю, у кого нет. В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хищение. Потянуло на сладенькое. 23 марта около часа дня сотрудниками департамента охраны был задержан мужчина, который похитил кондитерские изделия с предприятия на сумму более 80 белорусских рублей. После изучения камер видеонаблюдения выяснилось, фигурант и ранее наведывался за сладеньким. 20 марта в 8 часу вечера подозреваемый перелез через забор и похитил с погрузочной рампы продукцию на сумму более 150 рублей. 38-летний бобруйчанин, как выяснилось, нигде не работает, ранее неоднократно судим, а также имеет за плечами внушительный список привлечений. Как пояснил, задержанный продукцию он брал для дальнейшего сбыта. Курение губительно. Екатерина Панкова проснулась от шума, который раздавался с улицы. Первая мысль – у кого-то вечеринка. Однако красно-синие огни за окном быстро расставили все по своим местам. В прихожей нечем дышать. По всей квартире запах из смеси дыма, сажи и копоти. Сомнений не осталось. Пожар. Дети спали. Слава богу, никто не испугался из них, кроме меня. Ну, как бы зрелище такое пугающее. Сразу позвонили соседям, которых увидели снизу, чьи номера знали. Ну и уточнили, что там вообще происходит. Сообщение о пожаре на строителей поступило спасателям около полуночи. На место они прибыли через считанные минуты. В комнате огнеборцы обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Предварительно погибший 57-летний хозяин квартиры. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По данному факту, Бобруйским международным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Погибшего соседи описывают как тихого мужчину, который часто прогуливался во дворе. Жил он один. Шумным жильцом назвать получится вряд ли. Люди лишь причитают. Жаль, что жизнь загубила вредная привычка. Звук сирен давно стих. Открытое на распашку окно на втором этаже – единственное напоминание той страшной ночи. С улицы видно лишь черное окно. Это стены, плотно покрытые копотью. В Бобруйске этот случай стал девятым смертельным с начала года. В очередной раз причина – сигарета. Финалов таких пожаров – тысячи. Но избежать трагедии на деле очень легко. Культура курения, внимательность и знания элементарных правил безопасности – три кита, на которых и держится профилактика возгораний. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Сирена. Жар костей не ломит? Накануне в Бобруйске горела баня. Сообщение спасателям о пожаре на Комбинатской поступило в полдень. К прибытию первых расчетов вовсю полыхала кровля. Здание внутри и снаружи окутал плотный дым. Хозяева в это время находились на улице. В результате пожара повреждено некоторое имущество внутри бани, обуглены стены, повреждена кровля, перекрытие. К счастью, пострадавших нет. Причина выясняется. В тот же день в Горбацевичах горело заброшенное здание. Огнем задело кровлю и перекрытие по всей площади. Сильно повреждены стены, полностью уничтожена деревянная беседка и веранда. По счастливой случайности внутри никого не было. В причинах разбираются специалисты. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!